Александр Егоров, заветав до студии Нового дня. Здравствуй, Саша. Доброе утро. Итак, ты влюбляешь стихами. Да. Манера твоего декламирования стихов действительно завораживает и нравится абсолютно всем. Такой тебе небольшой комплимент, но хотелось бы от тебя узнать, ты влюбляешь стихами и как часто ты влюбляешься. Помнишь свою первую любовь? Конечно, помню. Это было так необычно. И действительно, кстати, моя первая любовь, мы с ней познакомились на одном из литературных вечеров, на одном из поэтических конкурсов. И, наверное, после этого я в поэзию влюбился еще больше, потому что, в общем-то, культура, поэзия, литература — это вся моя жизнь. И я в первую очередь хотел бы, чтобы моя девушка, как бы моя возлюбленная, также разделяла эти интересы. Моя первая любовь, она безумно любила Сергея Александровича Есенина. В общем-то, на сегодняшний день, испокон веков, это и есть также и мой любимый поэт. Потому что так передать есенинские чувства, передать есенинскую любовь, несчастную любовь, к сожалению, мог только он. Потому что человек с такой душой, который никогда ничего не скрывал, говорил только правду, был открытый для всех и везде. Никогда ничего не боялся и шел только вперед. Хотелось бы теперь узнать, что ты так красиво рассказывал о любви. И я думаю, что большинство сейчас телезрительниц, которые смотрят на тебя с наших экранов, просто влюбились в тебя. И их интересует вопрос, свободно твое сердце или нет? К сожалению, нет. К сожалению для них, но счастье для тебя. Да. А ты уже подготовил для своей второй половинки небольшой подарок Института Валентина и вообще празднуешь его? Да, я думаю, что сегодня мне удастся встретиться с моей половинкой и я думаю, хотя бы несколько часов у нас получится отвезти для празднования. К сожалению, учеба, пары, это все занимает время, да, середина недели. Но, в общем-то, я думаю, что все получится. Ну, а мой подарок это будет сюрпризом. А вот делай какие-то сумасшедшие поступки ради любви? Ну, как для меня, да. В общем-то, как-то давным-давно, это, наверное, было года полтора назад, я просто влюбился по уши и на самом деле мне хотелось так удивить девушку, я не знал чем. И, в общем-то, был у нас праздник, и я хотел сделать такой сюрприз и дать почувствовать ей себя, как раньше чувствовали себя принцессы. Мы заказали карету, были с другом, заказали шикарный букет цветов и прокатались по всему городу, и для нее, я думаю, действительно это было... И ты был ее прекрасным принцем. Возможно. Я думаю, что сейчас у тебя есть возможность сделать приятное твоей второй половинке, также сделать приятное всем телезрительцам, которые сейчас просто влюбились в твой оборожительный голос. Прочитай нам поэзию, которая тебе нравится, которую ты выбрал сегодня, но сначала немножко проанонсируй ее, что это будет. Значит, сегодня я взял... Я хотел взять произведение Сергея Есенина, но я подумал то, что совсем недавно мы вспоминали прекрасного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. И в честь его памяти я хотел бы, наверное, прочитать сегодня его стихотворение, но какое вы сейчас услышите? Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. В том линиях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос снежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный, рассеял прежние мечты. И я забыл твой голос снежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточенье тянулись тихо дни мои. Без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви. В душе настало пробужденье, и вот опять явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь. Спасибо тебе большое, Саша. Действительно тронул абсолютно все струны души у наших телезрителей, у всей нашей творческой группы. Возник вполне логический вопрос. Что для тебя любовь? Вот именно для тебя? Для меня любовь это в первую очередь верность. Потому что верность это, как сказал Высоцкий, в наше время это единственное, что ценится, и верность это то, что никогда не обесценится. И в общем-то, любовь и верность это практически одно и то же. Это самое важное то, что есть у нас в жизни. Потому что, я скажу так, украинцы, белорусы, молдаване, русские, это те люди, это славяне, для которых действительно наш менталитет в основном отличается от всех остальных. Наша любовь, наша искренность, наша верность друг к другу, наша открытость к друг другу, наша, возможно, наивность, как мы открываемся другому человеку, зная того, что можем получить нож в спину. И мы не жалеем об этом. К сожалению, американцы такого себе позволить не могут. Это закрытые люди. И я горжусь то, что мы, славяне, можем позволить себе такое, и потом не пожалеем ни о чем. А вот открывать душу. Ты открывал когда-то душу человеку? Вот искренне и открыто? Конечно, да. Я вот думаю, то, что каждый когда-то открывал свою душу. Не пожалел об этом? Ну, 50 на 50. Но вот твой совет, как от человека, который действительно читает поэзии о любви, который о любви знает не понаслышке, а из строк известных писателей, стоит открывать свою душу другому человеку и говорить ему эти заветные три слова. Безусловно. Потому что, скажу так, кто не падает, тот не встает. А побед не бывает без поражений. Так же и любви не может быть без боли и без утрат. Слушенька, хотелось бы от тебя теперь услышать слова поздравлений с Днём Светлого Валентина для всех наших телезрителей, которые сегодня действительно празднуют День влюблённых. В первую очередь, я хотел вам поздравить наших прекрасных женщин, девушек. Это в основном ваш праздник, потому что вы дарите нам, мужчинам, такую нотку в нашей жизни, как любовь. Вы даёте нам счастье в нашей жизни. Я поздравляю вас с Днём Святого Валентина и желаю вам оставаться такими же красивыми, какие вы есть. Желаю вам оставаться добрыми и давайте будем открытыми. Давайте хранить верность друг к другу и будем радоваться каждому дню. С праздником вас, дорогие женщины! А мужчинам желаю никогда... И запомните, никогда не обижать женщин. Женщины недостойны слёз. Дякую тебе, Саша. Я думаю, что наиголовное поважение и для мужчин, так и для женщин... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова